Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, что такое смертный грех? Понятие смертного греха достаточно емкое и серьезное, чтобы на него обратить самое пристальное внимание. Дело в том, что на протяжении многих веков люди понимали, что грехи, которые люди совершают, имеют разный вес, разную значимость, разные последствия, и в соответствии с этим пытались выработать какое-то отношение или какую-то градацию, какой грех более серьезный, какой грех менее серьезный. К этому прибавилось еще несколько извращенное понимание вопроса спасения, которое возникло после Пелагия. Было такое учение пелагианства, которое говорило о том, что каждый человек спасается своей собственной праведности. Чем больше он будет исполнять то, что Бог говорит, тем больше он будет иметь шансов, что он спасется при помощи, конечно, Иисуса Христа и так далее. И вот здесь, когда люди учитывали или строили свою жизнь и свое оправдание на своей собственной праведности, они понимали, что избавиться от всех грехов невозможно. Поэтому возникла такая идея, что есть некоторые грехи, которые очень серьезные, вот они смертные грехи, они ведут к погибели, а есть другие, которые менее серьезные. И в разных церквях были разные методы отношения к этим или подходах, как решать эти проблемы грехов несмертных и смертных. Но мы сегодня не об этом. Дело в том, что все эти программы или все эти подходы, они не имеют своего подтверждения в Священном Писании. Библия в действительности говорит о том, что каждый грех смертный. Откуда это взято? Очень просто. В Священном Писании ясно сказано, в Послании Кремлян, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех смерть написано». То есть каждый грех ведет к смерти. Абсолютно каждый грех. Именно по этой причине Богу нужно было послать своего Сына на землю, чтобы Он стал человеком. И чтобы Он, приняв на Себя человеческий грех, умер за Него. Вот почему недостаточно было просто Христу прийти и пострадать, и сочувствовать людям. Вот почему нужна была смерть, заместительная смерть на Голгофском кресте. Причина этого в одном в том, что грех смертный. Бог сказал Адаму с Евой еще в самом начале, если ты вкусишь от этого дерева, если ты совершишь грех, смертью умрешь, то есть абсолютно точно умрешь. Теперь вопрос, который возникает, вопрос в том, как мы можем избавиться от смертного эффекта греха. То есть избавиться от греха и, естественно, избавиться от смерти, которую грех себе несет. Вот для этого есть только один путь. Священное Писание ясно говорит о том, что грехи людей прощаются только тогда, когда человек верою принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. В Новом Завете есть несколько ситуаций, когда апостолам задавали вопрос, что мне делать, чтобы спастись? И они всегда получали один ответ. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и дом твой. Дело в том, что вера во Иисуса Христа соединяет душу с праведностью, с жертвой Христовой. Христова жертва, она, подобно зонтику, укрывает человека от действия Божьего суда. Она укрывает человека от действия смерти, которая поражает человека. Оно дает человеку жизнь, оно несет в человеческое сердце новую жизнь, вечную жизнь, которая никогда не перестает. Так вот, исходя из этого, мы можем сказать, что единственная причина, почему люди будут наследовать вечную смерть или вечную погибель, единственной причиной является то, что они не уверовали в Иисуса Христа как в личного Спасителя. То есть, когда мы посмотрим на то, что такое смертный грех, смертным грехом является неверие в Иисуса Христа. Ну, точнее, как я уже сказал, смертный грех – это всякий грех. Но у человека есть возможность освободиться от этого всякого греха и избежать этой смерти. И он может это сделать посредством того, что он уверует в Иисуса Христа и доверит ему свою жизнь, и получит оправдание, и получит новую жизнь. Но тогда, когда этого не происходит, то самым главным грехом, который является причиной того, что все остальные грехи остаются в действии в жизни человека, самым главным таким грехом является неверие. Есть, правда, еще одна небольшая деталь, на которую нужно обратить внимание. Когда-то Иисус Христос говорил людям о особенном грехе, Он называл его хулой на Духа Святого. И у некоторых людей возникает ассоциация, что именно вот этот грех является тем смертным, главным грехом. Дело в том, что Иисус сказал там очень важные слова. Он сказал, что если кто хулит Духа Святого, то не простится тому ни в этом веке, ни в будущем. И отсюда этот грех связали с идеей смертного греха. В действительности, этот грех является ничем иным, как одним из вариантов греха неверия. Только этот вариант или этот тип греха неверия, он касается определенной категории людей. Есть люди, которые не верят в Иисуса Христа, не верят в Бога, они не верят по причине упорства своего сердца, по причине того, что они не услышали достаточно ясно, или какие-то другие причины, по которым они противятся. Но есть люди, которые ясно знают, что Бог есть. Они ясно знают, что Иисус Христос – единственный путь к спасению. И если тогда они считают Христа, считают Его спасение, то есть действие Божьего Духа, который пришел для того, чтобы обличить нас во грехе, если они называют это чем-то дьявольским, неправильным, негодным, если они не признают этого, такие люди, они обречены на вечную погибель, и у них нет никакого шанса для того, чтобы спастись. Спасибо, пастор Ильисий. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slova.org. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok